Приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в Казахстане с вами Роман и это рубрика капитал для дочки сегодня мы с вами поговорим про рецессию а именно на какие акции лучше делать ставку во время рецессии по мнению многих аналитиков потому что ужесточение денежно-кредитной политики фрс так или иначе будет подталкивать экономику сша к рецессии сегодня разберем какие бывают виды рецессии их можно выделить 3 поэтому об этом мы сегодня с вами и поговорим мы обсудим что нам принципе нужно будет с вами тоже делать принципе если посмотреть на карту smp500 увидим что рынок торгуется сейчас довольно таки смешанно то есть многие акции мерут производители микрочипов и других компонентов сейчас находится тоже под небольшим давлением просто видимо падает так принципе крипто падает соответственно спрос на майнинг тоже уже падает потому что это становится невыгодным и соответственно производители видеокарт так или иначе сейчас в этом начинают страдать банковский сектор тоже кстати много под давлением находится но это принципе ожидаемо было потому что банковский сектор так или иначе испытывает некоторые трудности в данный момент также эксцены мобил и шеврон и нефтегазовые компании тоже сейчас немного снижаются эксцена мобил с пиков почти 105 долларов уже снизился на 88 это разумеется потому что мы видим снижение по нефти в данный момент и соответственно акции нефтегазовые компании так или иначе привязаны именно к стоимости нефти и газа поэтому за этим нужно тоже следить а касается детского портфеля то здесь сейчас значение уже за 130 тысяч перевалило потихонечку подрастаем ну разумеется это больше за счет того что сейчас у нас курс доллара немного меняется если я хочу напомнить что есть свободных средствах 65 долларов на данный момент а также есть акция форда но в целом принципе по бумагам вот такая картина прибыль в принципе как отображает трейдер нет составляет минус 23 почти тысячи на данный момент говорит о том что есть нам куда еще расти с вами но ближайшее время мне кажется мы все равно будем снижаться по рынку так или иначе потому что фрс будет поднимать ставку все это будет сказываться на рынках принципе глобально все страны сейчас борются с инфляцией и разумеется это так или иначе будет отражаться на наших инвестициях также по центральному депозитарии лежат наши бумаги втб избера пока с ними ничего не происходит они просто на не торговом счете находится о диаграмме принципе видим вот такую картину видим что доля доллара растет так как растет курс сейчас по моему уже в районе 467 что ли около 470 уже даже подходит но если смотреть например на форекс и торги которые проходят этому доллар сейчас у нас очень хорошо подрастает тоже время рубль опять начинают укрепляться относительно доллара разумеется все это за последние несколько недель на финансовом рынке произошел некий сдвиг от опасений перед чрезмерной инфляцией к опасениям перед экономической рецессии из главы центральных банков известные инвесторы аналитики они все задаются сейчас вопросом как цикл ужесточение денежно-кредитной политики повлияет на экономический цикл и можно ли будет нормализовать условия кредитования обеспечив так называемую мягкую посадку экономики именно вот своем исследовании руководитель отдела решений для кросс активов то есть марку о пранде пришел к выводу что хотя вероятность того что рецессия в конечном итоге произойдет достаточно велика уместно определить три основных типа их влияние на реальную и финансовую экономику первое это структурная 2 это событий на их то есть во время когда происходят какие-то непредвиденные события в мире и 3 это циклическая рецессия именно первый тип рецессии связан с глобальным финансово-экономическим кризисом который приводит тому что рынок резко упадет примерно до 60 процентов за 6 12 месяцев и на восстановление ему потребуется не менее пяти лет одним из примеров является конечно же финансовый кризис 2008 года принципе вот если мы на smb посмотрим то если смотреть на вот 2008 год когда пришелся можно сказать пик до роста smb 500 то вот в последние там за год практически он упал в два раза то есть 2008 мысли он там стоил где-то находился в районе 1300 пунктов 1400 то уже в 2009 он находился на уровне 770 пунктов соответственно видим падение практически на 50 процентов от своих пиков второй тип рецессии на него обычно влияют всякие экзогенные события такие как пандемия вызванные к вирусом к вид 19 когда рынок снизился примерно на 30 процентов за несколько дней при этом по оценкам восстановительный период длится около одного года также на графике мы с вами можем видеть что феврале например мы стоили 3380 пунктов по smb 500 и грубо говоря уже в марте двадцатого года уже стоили 2304 пункта то есть видим довольно таки существенное падение но в то же время если посмотреть дальше то мы очень быстро восстанавливаясь то есть в течение даже не прошло принципе года как мы восстановились на район то есть этих 3300 пунктов соответственно прошло всего лишь несколько месяцев мы в марте упали в августе мы уже стоили примерно столько же восстановление был очень резким так как принципе многие банки смягчали денежно-кредитную политику и накачивали экономическую систему легкими вот этими доступными деньгами ну и вот разумеется продолжался что вызвал очень высокую инфляцию с которой мы сейчас боремся и как итог мы с вами опять начали снижаться и третий тип рецессии является результатом финансово-экономического цикла и снижение будет длиться в течение одного года сумме около минус 30 процентов возможно последующим восстановлением которое займет около двух лет то есть это конечно же примерные цифры никто точно не может вам сказать сколько это займет может это и 10 лет занять первое полугодие у нас сейчас характеризовалась преимущественно медвежьим рынком оставляя место для потенциальной рецессии однако вероятность наступления рецессии ближайшие 12 и 24 месяца составляет 30 и 50 процентов соответственно и текущие перспективы рецессии носят циклический характер поскольку они продиктованы жесткой монетарной политикой которые проводят основные центральные банки по повышению процентной ставки на этом фоне аналитика дает предпочтение акциям банковского сектора который выиграет от текущего повышения ставки то время как учитывая резкое падение в энергетическом секторе акции этого сектора выглядят дисконтированы относительно их стоимости и потенциала здесь конечно есть двоякое такое чувство у меня что банковский сектор в принципе да от повышения ставки он будет выиграть но в то же время растет риск невозврата кредитов потому что многие именно закредитованные компании которые обслуживают долг например валюте в данный момент соответственно при повышении ключевой ставки обслуживать им будет сложнее так или иначе это будет приводить тому что многие компании могут подавать на банкротство и возврат средств именно банком будет относительно долгим а возможно и вообще не будет поэтому банковский сектор я считаю что принципе не самый удачный может быть сейчас возможность для того чтобы активно его набирать если и другие сектора на которые тоже можно обратить внимание тоже куда мне спорить с аналитиками да потому что категории акции которые считаются привлекательными в период повышения процентной ставки это акции с короткой дюрации который используется для генерирования значительной части денежного потока именно в краткосрочной перспективе это делает их более конкурентно способными по сравнению с безрисковыми активами такими как казначейские облигации принципе вот такая была полезная информация надеюсь для вас потому что риск рецессии да он все больше и больше то есть все больше и больше прогнозов уходит о том что рецессия все же может наступить вопрос только когда соответственно здесь нужно уже обращать внимание на вот это вот я считаю что именно грамотный сбалансированный портфель который будет диверсифицирован по различным классам активов в любой кризис в любом случае будет чувствовать себя очень комфортно потому что если в одном секторе дела пойдут не очень хорошо то в другом секторе обязательно будет все отлично и это свою очередь будет компенсировать вот эту просадку по тем активам и соответственно ваш портфель будет приносить тот или иной доход а в момент когда мы перейдем именно к развороту то ваши инвестиции могут показать очень хороший результат как мы наблюдали последние вот эти два года после пандемии в на этом все если видео было вам интересным и полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи помните что дорогу осилит идущий ждут пандемии